Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Сегодня у нас отнюдь не веселая тема. Я бы сказала, больше социально значимая. И сегодня мне некого представлять. За исключением двух людей, которые согласились анонимно ответить на мои вопросы. Но чтобы уже, так сказать, интригу не держать, расскажу, о чем пойдет сегодня речь. На протяжении двух последних недель я пыталась подготовиться к этому эфиру. Я искала людей, которые когда-то занимались консумацией. Таким вот явлением, такой профессией, если можно это назвать, в нашем городе. Еще лет 10 назад я помню, что было очень много всяких постеров, социальной рекламы, где было написано «Секс-туризм, секс-терроризм». Рига была признана уже чуть ли не секс-столицей по оказанию самых дешевых услуг. Увы, к сожалению, у нас была такая репутация у нашей столицы. А старый город до сих пор наполнен девушками, которые, можно сказать, разводят иностранцев на деньги. И поскольку мне действительно важно поднять эту тему, и она пересекается напрямую с ресторанным бизнесом, с барным бизнесом, сегодня я поделюсь с вами историями, честным мнением тех, кто в этой сфере работал. Одна девушка, которая тоже попросила сохранить анонимность, ответила на 12 вопросов, связанных с тем, как она туда попала, как это происходит, какой они процент имеют. И также парень, который работал барменом в этой индустрии и знал всё изнутри, знал, сколько получают девочки, кто является, в общем-то, целевой аудиторией этих охотниц, если можно так назвать. Ну и, конечно, я очень буду рада, если вы расскажете своё мнение, свою какую-то историю. Для этого я напомню наши номера для связи с прямым эфиром 6721-2939 и 6721-3939. Если хотите написать что-то в WhatsApp, возможно, тоже вопрос или мнение, то номер для связи 230-6191. Ну, небольшое вступление, всё же, что такое консумация, если кто-то не знает. Это отличается, скажем, от эскорта, отличается от традиционной проституции. Это то, чем занимаются молодые наши девушки, которые приезжают из маленьких городов, кто-то даже сам из Риги, и приходят в заведения, в основном это старая Рига, и, собственно, начинают обрабатывать людей, которые, естественно, одинокие гости. То есть, чаще всего это мужчины уже более взрослого возраста, платёжеспособные мужчины. Соответственно, у них есть определённая договорённость с заведением, где они предоставляют вот эти вот услуги, то есть какой-то процент, да, с чека, который они могут заработать для заведения. То есть, естественно, они садятся за стол или за барную стойку, начинают кокетничать, флиртовать, мужчины начинают угощать женщину. Да, и, соответственно, уже бар или ресторан может приписать лишний ноль в счёте, напоить своего гостя до такой степени, что тот оставит более тысячи евро за такие посиделки. Как правило, это не заканчивается ничем более, чем посидеть с мужчиной, но разные случаи были, об этом я вам расскажу подробнее в тех ответах, которые я смогла подготовить для вас. Ну, первый вопрос мой для обоих участников, которые честно мне отвечали, звучал так. Как давно вы занимались или занимаетесь консумацией? И девушка ответила так, 10 лет назад это было, уже 9 лет она не занимается этой профессией, уехала после этого опыта за границу и начала, можно сказать, жизнь сначала. Молодой человек, который работал барменом в одном из таких заведений, он занимался этим порядка 7-6 лет назад. Поэтому здесь из-за временных вот этих отрезков разницы будут где-то разные ответы, но тема интереснее, потому что хочется как-то и мужское мнение, и женское услышать по поводу этой всей истории. Почему вы выбрали эту профессию? Мне было 17 лет, потеряли папу в автокатастрофе, было очень тяжело. Таким образом я хотела помочь маме финансово. Молодой человек же просто хотел подзаработать, то есть тогда он там был студентом, ему предложили поработать в качестве бармена. Как попасть в эту профессию? Представители этой индустрии, они являются непосредственно в самих заведениях. Девушка ответила, первое заведение по объявлению на ССЛВ нашла, тогда еще было ЛВ. Сейчас уже ССКоммана, видимо, это имела в виду. Второй клуб предложила подруга. Насколько я понимаю, здесь это был и стриптиз-клуб, и просто бар. Что касается молодого человека, он ответил так, что девушек приглашают на собеседование как на хостес, на официанта, на гоу-гоу-танцовщиц. В зависимости от пришедшего человека, ему говорят либо напрямую о роде его деятельности, либо предлагают посидеть в баре ночку, посмотреть на происходящее, после чего объясняют, что такое консумация, потенциально возможный заработок и так далее. То есть, насколько я поняла из обоих ответов, это такая своеобразная вербовка. То есть, мы все видим на сайтах вакансии то, что вот, отличные деньги, там тысяча евро плюс, естественно, если вот как у нашей героини, как произошла какая-то ситуация, где она осталась полностью без денег, это, конечно, большой соблазн. Это большой соблазн для тех девушек, которые приезжают в столицу из маленьких каких-то городков Латвии. К сожалению, об этом очень грустно говорить, но я вот не смогла не промолчать на эту тему, поэтому и подготовила этот эфир. Далее вопрос был такой. Какие заведения подходят под эту деятельность? Где требуются девушки-гоу-гоу, аниматоры, официантки? По объявлению всегда понятно. Можете зайти на СС, посмотреть, где требуется танцовщица. В основном все это стопроцентная консумация. Ну, я от себя добавлю, что я как человек, который занимается трудоустройством и работает в этой индустрии, не в этой, прошу прощения, в ресторанной сфере достаточно давно, я действительно зачастую вижу и на сайтах вакансии в Фейсбуке, в группах точнее, и просто на ССЛВ, где вот действительно можно это прочувствовать, что здесь что-то вот неладное. Молодой человек ответил так. Любые заведения, где есть алкоголь, желательно в старом городе, где больше туристов, и не надо далеко им идти или ехать до заведения. Ну, все мы знаем, что в старом городе не только много баров, ресторанов, каких-то клубов, но и действительно много гостиниц, где могут останавливаться вот те самые люди, которые попадают потом под вот этот развод, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Естественно, я задала вопрос касаемо процента, да, какой имеет процент с этого сама девушка и какой имеет процент, ну, само заведение, в котором это все происходит. Ну, что понятно, заведение, оно, ну, самую главную роль в этом играет, можно сказать, как работодатель, да, не только который платит зарплату, но еще и вот дает девушке эту мотивацию, да, насколько она его разведет, чтобы получить те самые деньги. Девушка наша, анонимная, да, гость, сказала, что это 10% она получала, и это была не только консумация под гоу-гоу, где-то подразумевался также стриптиз, от приватных танцев тоже шли проценты, больше, чем просто от консумации. Вот, ну, насколько я знаю, насколько тоже наша героиня будет рассказывать дальше, что это было запрещено, да, и были проблемы зачастую с полицией, вот. Молодой человек ответил так, что менеджеры имели в среднем 5-10% от всей кассы после всех выплат девочкам, там, да, зарплаты бармену, а девочки имели 25-50% от оплаченного чека. Ну, сами можете представить, что если мужчина зашел выпить не просто пиво, а там встретил красивую девушку и хочет угостить ее шампанским или коктейлем, то эти цифры, конечно, могли округляться до очень-очень больших сумм, да, особенно если человек сильно выпил и уже был в таком состоянии щедрости, да, что был готов вот заплатить больше. Я напоминаю, наши номера для связи со студией, возможно, вы сами сталкивались с таким или видели таких девушек, или вы знаете таких девушек, мы с радостью послушаем ваши истории. Напомню, номера 6721-2939, 6721-3939, и если хотите что-то написать в WhatsApp, то это 230-6191. Я продолжаю зачитывать вопросы. Итак, правда ли то, что вы не имеете права пить алкоголь на работе, что бармен наливает вам яблочный сок, а гость платит за него как за виски? Это я, кстати, сама видела, то, что это действительно таким образом происходит. Как раз вот к человеку, который парень отвечал на наш анонимный опросник, я зашла когда-то в гости в бар, я тогда вообще не знала, что есть такое, да, консумация. И это прям было чётко видно, что пока отворачивался, например, человек, сидевший за баром с этой девушкой, бармен наливал там яблочный сок, например, да, а ему, мужчине, казалось, что вот она тоже сейчас выпьет вместе со мной виски, но эта девушка, соответственно, должна была, ну, чаще всего оставаться трезвой, потому что, сами понимаете, там, так, у нас звонок. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Смотрите, вы почему-то говорите об этом как в плохом ключе. Смотрите, мы приходим в заведение отдохнуть, например, группа, ну, там пять человек, и один вот явно себя ведёт неадекватно, потому что он перебрал. Ему-то нормально, если он покупает яблочный сок и оплачет его как за виски. Так нет, нет, это девушки так делают, а не гостю. Да, это очень хорошо. Она как раз контролирует и смотрит порядок. Нашей компании нужно, компания, нужно какой-то плюс. Не просто же сидеть за столом, а вот хоть какой-то позитив. И она не просто выйдет, она выйдет, например, в костюме ковбоя с двумя пистолетами, будет каким-то образом развлекать публику, за это берёт свои деньги. Это вполне нормально, а если какой-то забуянивший и перебравший пассажир себя как-то не ведёт, пускай он пьёт лучше сок и тратит свои деньги в сок и не перебирает. Как раз это такой своеобразный английский, который контролирует порядок, чтобы и клиенты были довольны, и те, которые невменяемы, как-то их контролировать. Это очень позитивно, очень позитивно. В каждом, я скажу, в баре в Москве, например, есть такой человек, и это в рамках нормального. Мы просто слишком... И мы к этому как-то относимся, как будто это что-то плохое. На самом деле это великолепно. Я прошу прощения, а вы точно правильно поняли, о чём речь идёт? Да, 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 я правильно понял, о чём идёт речь. Про консумацию, про женщин, которые садятся с вами за стол или за барную стойку, и, соответственно, вы хотите её угостить виски. Да, развлекают, развлекают. Понимаете, вы пришли отдыхать, это элемент отдыха. Просто есть качественный подход к своей работе и некачественный. Если это делают качественно, то это отлично. Почему? То есть вот девушка, например, пьёт яблочный сок, да, соответственно, вы платите двойную сумму не как за сок, а как за виски. Я развлекаю. Тут вопрос в том, как она выглядит, как она это преподносит. Это как элемент артистизма. Это тоже профессия. А вы лично сталкивались, насколько я понимаю, да, с такими девушками? Почему нет? Да, то есть для вас, в принципе, ну, нет в этом ничего такого и пусть будет такая профессия. Это элемент отдыха, элемент такой своеобразной субкультуры. Просто, ну, выглядит, смотрите, приходит, например, в воде, где профессионального ковбоя, если это реально красивая шапка, если два таких муфляжа, пистолица, если шпоры, барфорты, и ведёт себя, эй, ковбой, не хочешь со мной тратиться или что-то в таком духе, ну, как все нормальные люди делают. Ну, то есть такой интерактив, да? Что? Ну, такой интерактив. Вам какой-то... Это элемент отдыха. Это элемент отдыха. Это шоу. Я поняла вас хорошо. Спасибо вам большое за мнение. А, так, не успела. У нас ещё один был человек, который звонил на линии, не успели, к сожалению, взять. А, вот. Добрый вечер. Алло. Так, что-то у нас сорвалось. 6721-2939, 6721-3939. У нас тут два звонка было, сорвалось почему-то. Сейчас попробуем ещё раз. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я бы посмотрела на этого мужчину. Я сейчас расскажу историю одну. Да, слушай нас. Это было в 80-х годах. Были брат с сестрой. Брат что-то лет на 5-6 старше этой сестрёнки. Очень симпатичная девочка. Но девочке было ещё лет 17-18, что-то такое. Я их хорошо знала. Брат в баре там где-нибудь, он продавал, можно сказать, свою сестрёнку. То есть он там подходил к кому-то уже малость подвекившему, говорил, вот хочешь познакомиться, давай плати деньги. Потом кончалось с тем, что когда девочка посидит с этим мужиком, которому её продали, брат его отвлекает, она удирает. Мужик оставался в накладе. Не знаю, к сожалению, чем всё это кончилось, потому что я переехала с юг, я потеряла с ними всякую связь. Но, по-моему, это такой обман. И вот мужчина не прав, что он развлекается. За его счёт наживается не только эта девушка, но и половина этих обслуживающих. Не знаю, по-моему, это ничего хорошего нет. Спасибо вам огромное за мнение. Спасибо. Ну, я думаю, что каждый для себя так или иначе выбирает тот отдых, который ему нравится. Главное, чтобы это было всё законно и не, скажем, нарушало границы других людей, чтобы не заканчивалось это какими-то плачевными историями. Потому что я знаю, что бывает разное, что девочек бьют потом. Ну, действительно, сегодня вы можете рассказать всё, что вы думаете на этот чёрт. Вы за или вы против. 6721-3939, 6721-2939. Звоните. Я зачитаю дальше ответы от наших анонимных гостей. Значит, касаемо того, что можно ли им было пить алкоголь на работе, девушка ответила по желанию, но нам не запрещали пить алкоголь. Мы их выливали в горшки с цветами, по-разному изощрялись. А молодой человек ответил следующим образом. Девочкам, конечно, не запрещали пить алкоголь. Это было просто невозможно, ну, не выпить за вечер. Хотя бывали умелые, кто пробовал всю ночь проработать, и не выпивали. Принесённые коктейли и алкоголь выливались куда попало. Например, в ведро из-под шампанского, в вазу с искусственными цветами. Или шли в туалет со стаканом, и там выливали раковину. Так, ещё один у нас звонок. Я извиняюсь, прервусь. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот я послушал ваш эфир, где говорит мужчина про то, что ничего в этом такого нету, что наливают вместо коньяка сок. Но интересно, был ли он на месте клиента, и поступали ли с ним так. Допустим, я считаю, что это некорректно и нелояльно к своим клиентам. Допустим, если человек напился, то есть можно ему как-то объяснить и дать понять, что ему пора домой. Но не наливать сок и вдвое дороже, как бы, и выдавать это за коньяк. Но это как-то нелояльно к своим клиентам. Вот. И это, во-первых. Во-вторых, использовать как бы такую методику подхода работы и устраивать, скажем, такой, как на работе бордель скрытый, но это тоже не совсем лояльно. Ну, наверное, в Латвии у нас это распространено, и все, как бы, восхищаются этим или закрывают, может, даже где-то глаза и принимают это за, как бы, скажем, профессию, да. Вот. Ну, конечно, я считаю, что это ненормально, потому что если, как бы, борделев нету, да, то есть бордели, как бы, или там, да, какие-то определенные эти дома, как бы, где можно развлекаться, может быть, и есть, я не знаю, но все-таки я считаю, что, допустим, это неприемлемо в каких-то заведениях, ресторанах, клубах или там кафе, да, то есть, вот, ну, как-то и с этим, конечно, нужно бороться, особенно, тем более, когда человека обманывают таким образом, что ему выдают за, ну, как бы, вот алкоголь, а на самом деле это не алкоголь, точно так же, я думаю, что права потребителей, допустим, были бы очень удивлены такому. Там, знаете, извините, я вас перебью, там ни гостю, ни мужчине наливают яблочный сок, а говорят, что это виски, так говорят девушки. Ну, да, я понимаю, но все равно, но все равно, смотрите, они его обманывают. Его, конечно, я об этом и говорила нашему предыдущему. Да, конечно, но вот я, да, но со стороны, допустим, прав потребителя, все равно я считаю, что, допустим, организация, та, которая правами потребителей, ну, из-за человека, да, за права потребителя, допустим, они бы, я думаю, высказали бы свою точку зрения, и не в лучшую сторону, потому что это нарушается, как бы, закон с одной стороны, да, то есть они нарушают закон. Ну, конечно, это сто процентов. Ну, вот, ну, вот, это, да, потому что, да, это, потому что так есть, потому что тоже так же, допустим, если в магазине стоит ценник один, а мы покупаем по-другому, это нас обманывают, вот так и здесь, то есть он хочет ее угостить. Ему говорят, да, что это виски, а плопьет она яблочный сок, все так. Да, ну, в этом-то и дело, а по поводу этого, который звонил мужчина, я думаю, скорее всего, он, может быть, из какого-то заведения ресторана, и он использует эту методику, зато он так и был недоволен вот этой вот ситуацией. Ну, либо он действительно любит, где-то он сказал, что это такое анимация, это впечатление, он так любит отдыхать. Ну, да. С этим связано, скорее всего, да, что это его такое времяпровождение. То есть, естественно, мы никого не вправе судить, но нравится, нравится человеку. Вот, хорошо, спасибо вам тоже за мнение. Большое, да, хорошего вам вечера, до свидания. Да, ну, собственно, такие у нас сегодня расходящееся мнение. Я рада, что вы звоните, не стесняетесь его высказывать. Я дочитаю быстро ответ, да, который у нас был, и следующие звонки уже после рекламной паузы мы возьмем. Итак, значит, касаемо бармена, да, который наливает воду вместо водки и яблочной сок вместо виски или холодный чай вместо коньяка, то определенно, да, так бывает очень часто, но, опять же, это не так рискованно, да, потому что за стол такое они несут, скорее всего, только у барной стойки или когда вот этот вот гость куда-то вышел или отвернулся. Платит гость, конечно же, за алкогольные напитки, несмотря на содержимое в стакане, то есть, вот то, о чем мы, собственно, и говорили. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу в эфире «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программы «Открытая кухня» и сегодня у нас весьма невеселая тема, мы обсуждаем консумацию в заведениях старого города, смежная тема с тем, о чем наша программа, да, потому что мы все время обсуждаем классификацию ресторанов и баров, что это может быть что-то среднего класса, это может быть премиального, это может быть гурме, но есть и такие заведения, где зарабатывают совсем на других методах, на других совершенно подходах к своим гостям и, готовясь к этой передаче, я, конечно же, очень хотела позвать в студию анонимных гостей, которым мы сделали бы блюр, как у коллег на передаче про анонимных алкоголиков, но, к сожалению, девушки отказались, боясь, что даже по голосу их узнают, но, тем не менее, у двух представителей этой индустрии мне удалось взять небольшое интервью, на 24 вопроса ответили мои гости, одна девушка, которая занималась этим 10 лет назад, и бармен, который работал в заведениях, где на гостях таким образом наваривались. Сегодня у нас разрывается телефон от звонков, давайте послушаем. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Горячая у вас, конечно, тема, но хочу просто заметить, может быть, тому первому позвонившему, человеку, который сказал, что это элемент шоу, и что мы просто недостаточно дикие, чтобы оценить правильно эту профессию. Хочу заметить, что эта профессия – это древняя, и действительно без нее не обходится ни один барышень. Ни в какой Сомали, во всех настоящем и диких странах эта профессия востребована. Как сделать так, чтобы обезопасить вот этих работ? Да, потому что их же и насилуют потом. И они спиваются, потому что искусство так вот, фокусник, да, далеко не всем свойственно, и не все могут вовремя подменить виски яблочным стоком, а клиент наверняка оскорбляется, когда видит, что вместе с ним не пьет то же самое, что и он. То есть девушки спиваются, девушки страдают и от побоев, и от изнасилований, и это такая статистика, которая присуща во всех странах. И тут просто нужно четко понимать, что, с одной стороны, если брать чисто консумацию, то запретить это невозможно. Это абсолютно серая зона. То есть запретить это невозможно. Девушки не делают ничего противозаконного. С другой стороны, они очень сильно подставляются и находятся в зоне риска. И действительно, скажем, в такой стране, как США, в больших городах, в крупных городах, там эти консуматорши в достаточной мере защищены. Но там защищена любая проститутка от риска. Ну, потому что там уже эта деятельность, она официально зарегистрирована во многих. Да, там лицензировано, да. Там все это, там костюмы это приучены. Там, главное, каждый самый мелкий участник этого бизнеса, он имеет хорошую защиту. А что касается наших реалий, то девушки не защищены. И, конечно, никто не может запретить в барах вымогать деньги у других. Но в то же время это очень большой риск. Я лично знаю девушку, пострадавшую от такого заработка. И не так, что она много заработала, а изнасилование свое она запомнила на всю жизнь. Это было групповое изнасилование. И несмотря на то, что потом там за нее вмешались, за нее вступились вот те же вот эти вот бандиты, там и кого-то наказали. И наказали очень сурово. Это все равно не отменило никак ее трагедии, которую она... Конечно, у человека эта травма на всю жизнь, конечно. Да. И вот стоит ли... Вы не можете ничего сделать по закону, чтобы уберечь малолетку, маленькую девочку, да, от того, чтобы вот она пошла и не умея ничего зарабатывала хотя бы так. Но, с другой стороны, если они, вот эти вот малолетки, не будут знать о тех примерах, что вот случается в этой профессии, то они, наверное, и не могут правильно принять верное решение. Потому что никто вам не скажет, на самом деле, что какой вот этот вот риск, на самом деле, чем они рискуют. И, соответственно, конечно, вот те, кто идут в эту профессию, они надолго в ней не задерживаются. И счастливы те, кто уходит неповрежденно. Спасибо вам большое, что вы рассказали историю своей подруги. Это очень действительно, на мой взгляд, важно, потому что понятно, что тема, да, горячая, острая, но я хочу просто сказать, что я ни в коем случае не поддерживаю, да, этот род деятельности. Я понимаю, что большинство девушек идут в эту профессию не от хорошей жизни, да, потому что, ну, вот последние какие-то копейки наскребают люди, скажем, вот как у нашей героини, да, которая отвечала на этот вопрос, что ей было 17 лет, человек потерял папу в автокатастрофе, нужно было зарабатывать эти, и действительно, кто нас сегодня слушает, пусть это хоть так дойдет до ваших ушей, до вашего разума, да, что это может действительно закончиться все очень плачевно, как сказал наш радиослушатель, да, что это может быть изнасилование, и просто много-много разных травм, которые, ну, к сожалению, потом ни один психиатр не сможет вылечить, либо сможет, но вы будете, ну, там, на таблетках сидеть, да, и вряд ли у вас поменяются потом отношения к мужчинам, ну, и ко всему, вот, так что, так что, да, сегодня тема такая достаточно грустная, я бы даже сказала, но я считаю, что об этом нужно говорить, и спасибо, что есть такая возможность сейчас в современном мире это обсуждать, высказывать мнение. Я продолжу отвечать на, точнее, зачитывать вопросы, да, и ответы, которые мы подготовили. Значит, правда ли, а нет, прошу прощения, до какой степени гость должен напиться? Девушка ответила, что, ну, не совсем так, самая главная цель – это не сколько он напьется, а сколько он сможет оставить в итоге, да, то есть как там кто напивается, это уже индивидуально, вот. Что касается молодого человека, который ответил, сказал так, нет какой-то степени, можно просто сидеть и мило общаться, клиент и девочка будут выпивать, напиваться, в любом случае заведение заработает. Работать просто проще с более пьяным клиентом, он становится добрее, щедрее, после того, как он выпил крепкого спиртного, и в бой идут потом заказы шампанского, вина, чаще сценарий именно такой, а бутылки проще выливать, разливать мимо стаканов или обратно в то самое ведро из-под него. Так чек значительно быстрее растет. Ну, вот это то, о чем мы вот говорили и с радиослушателем, что каким образом, да, там, человека разводят, ну, то есть просто там половина просто выливается, да, и бутылка заканчивается намного быстрее таким образом. Что касается сумм, тоже я задала вопрос, правда ли то, что заведение может спокойно обмануть человека на тысячи евро и больше. Девушка ответила, нет, неправда, клиенту предоставляются цены. Девочки могут развести чуть на больше, что будет их чистая прибыль. В том, что ценники в таких заведениях, ну, правда, в том, что ценники в таких заведениях выстроены для туристов, ну, более, на высокие, да, расценки, но без фанатизма. Вот. А молодой человек ответил, что тысяча евро – это вполне подъемная сумма и достаточно частое явление. Я лично была свидетельницей, как человеку просто приписали ноль в чеке, да, и там пробили шампанское совершенно за другие суммы и так далее. То есть там на самом деле махинации, каким образом можно обмануть, да, и это все я вот лично видела, говорю, как на тысячу евро мужчину, который с виду, ну, просто обычный, спокойный, тихий семьянин, вот так вот развели. Послушаем еще мнение. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, тогда тема передачи должна была быть, наверное, криминал в этом бизнесе, а вы просто отделите мух от котлет. Вот смотрите, как в нормальном, цивилизованном государстве это работает. Например, я прихожу в ресторан, там говорят, покушать стоит 10 евро и плюс 10% к чеку за то, что играет музыка. Вы же оплачиваете услуги музыканта, и вас это устраивает. То же самое в нормальных заведениях, вы приходите, вас сразу предупреждают, что есть услуга консуммации. Вы можете от нее отказаться, Ну, это тогда не консуммация, а эскорт. Нет, нет. Это сопровождение, потому что соглашаться на то, что вас обманут, я не очень понимаю логики. Нет, все очень просто. Музыка-то у вас настоящая играет, и вы за это платите, а консуммация – это обман изначально. К вашему столику либо не подходит изначально, если вы не требуете это, либо подходит. А если требуете, то это эскорт, это совершенно разные вещи. Нет, ну как, смотрите, ко мне подходит, я отказываюсь, и все, и я это обнуляю. Ну так никто нормальный не согласится, человек. То есть если человеку нужен эскорт, сопровождение, тот человек заказывает услугу, сопровождение, красивые девушки, метр восемьдесят на каблуках, которые будут сидеть, вас развлекать. Нет, нет, а консуммация – это другая совершенно. Нет, нет, смотрите, еще раз возвращаемся в наш ресторанчик, я захожу в ресторан, и я либо хочу, чтобы меня не тревожили, потому что я пришел в свою компанию, нам есть о чем поговорить, либо нашей компании не хватает экшена, и мы заказываем эту услугу. То есть мы не против, чтобы к нам подошли. Это раз. Второе, консумматор в общем не обязан пить. Он может сразу отказаться, скажет, я по состоянию не хочу пить, а я просто таким образом развлекаю и делаю это театрально интересно. Ну, тогда это гоу-гоу-танцовщик, тогда это аниматор, тогда это эскор. Я прошу прощения, давайте мы не будем с вами спорить, но, к сожалению, эфир не резиновый. Да, к сожалению, не всегда удается услышать друг друга у нас в эфире, я просто хочу сказать, что действительно есть определенно большая разница между консумацией, когда изначально все это на обмане, когда дописываются нули, когда наливаются вместо алкоголя, виски, когда человек доводят до состояния, что он уже настолько пьяный, что не может вспомнить, сколько он выпил, то здесь обман. Если мужчина хочет провести вечер в компании красивой девушки, пожалуйста, вон эскорт-агентство, набирайте в гугле, вам сколько хотите, выдаст и проводите. Такое время быстро вас развлекает и будет вашим красивым таким сопровождением в этот вечер. Обсуждаем мы сегодня консумацию, немножко другая история. Ну да ладно. Давайте вернемся к ответам, которые нам подготовили мои анонимные гости. Значит, правда ли, что заведение, точнее нет, извините, что делать, если человек догадался, что его развели, перескочило. Зачастую они знают, что их разводят. Плачевно, когда приезжает Паша Валдибас, Паша Валдибас, пополуется, и в это время девочка танцует приват. Вот это запрещено. Ну то есть я так полагаю, что девушка, которая отвечала на мои вопросы, больше работала в стрип-индустрии, где в клубе есть и консуманцы, и приват танцы. А молодой человек ответил так. Разные бывают случаи, увидели цены в меню и сразу понимают, что это, скорее всего, развод и уходят от девочек. Либо предлагают пойти в другое заведение, и тогда девочке приходится придумать аргументы, почему надо остаться именно тут. Бывали случаи, когда клиентам приносили счет, они его оплачивали, кидали на стол 50-100 евро девочке и говорили, найди себе другую работу. А если начинается разбирательство, то они зачастую делят счет, девочка платит якобы за свое выпитое, а мужчина за себя, или делать пополам счет, чтобы это была, а если это была бутылка. То есть тоже разные есть варианты, как разобраться в этой ситуации, потому что я говорю, что в любом случае человек, когда понимает, что его развели, его это не может оставить без эмоций, сказать, ну и ладно, то есть как классно, что меня сегодня кто-то развлек. Ну это просто абсолютно разные вещи. Следующий вопрос. Прикрывает ли подобное заведение в принципе полиция? Девушка ответила, что нет, но знает, чем заведение занимается, и в этом заключается весь парадокс. Молодой человек ответил, нет, наоборот, бывали случаи, приезжали разбираться после того, как их вызвал какой-то клиент. То есть он узнал об этом, был, естественно, шокирован. Я напомню, номера для связи с нашей студией 6721-2939, 6721-3939, если вы хотите написать что-то в WhatsApp, 230-6191. Далее у нас был вопрос, правда ли то, что интим с гостем запрещен? Девушка ответила, правда, но случаи такие были. Это уже эскорты, договариваются они с менеджером заведения. Добрый вечер, вы в эфире, я слушаю вас. Здравствуйте. Значит, у нас есть новая инспекция, которая подчиняется Министерству благосостояния. Вот они должны навести порядок в сфере работодатель и наемный работник, чтобы не было обмана. А как я наблюдаю в течение где-то 30 лет, что Министерство благосостояния наоборот создаёт такие условия, чтобы работодатель зарабатывал на обмане наемного персонала. То есть получается, что где-то, на свои примеры, где-то за 30 лет я где-то 6 фирм поменял, картина везде одна и та же. То есть, например, со мной принуждение к бесплатному сверхурочному труду под угрозой увольнения. То есть повышая эксплуатацию, работодатель получает больше прибыли. При этом происходит выгорание персонала, ухудшение здоровья, ну это значит там депрессия, микроинсульты, неврозы, гипертонические кризы и так далее. Причём врачи не хотят признавать насилие на работе. То есть они вообще этой темы боятся, они стараются от такого человека вообще как от прокажённого. Да, избавиться. То есть и даже ставят фейковые диагнозы. То есть получается, что вот где-то с 90-х годов Министерство благосостояния увеличило суммарное сверхурочное время по закону в законе о труде. Было сначала 110, в 90-е где-то 6-м за год сверхурочное время 110 часов полагалось, да? Потом сделали в 2000-е где-то сделали 200 часов, а сейчас вот недавно делали 352 часа в год можно человека сверхурочно нагружать работой. Ну, при этом вроде как бы надо доплачивать за это, а мне вообще никогда не платили. Вот я удивляюсь, у нас депутаты получают и за основную работу, и за дополнительную мне никогда, никогда, ни разу. И я пытался и в полиции выяснять этот вопрос, и в трудовой инспекции, то есть бестолку. То есть у нас вообще мафиозное государство, и они это знают. То есть они специально, трудовая инспекция, они специально забирают информацию, потом это все отдает в министерию состояния, и они берут, меняют законы в худшую сторону, понимаете, чтобы человек потом не ходил, не жаловался. Когда это вообще, кто этим будет заниматься, вот куда обращаться, вообще не ясно. Я вам сейчас попробую ответить на этот вопрос. Спасибо вам за ваше мнение, за то, что вы поделились. Что касается, если у вас произошла какая-то ситуация на рабочем месте, это сегодня не совсем по теме, но тем не менее, я с удовольствием отвечу сама, потому что когда-то столкнулась с тем, что подписала договор, где, оказывается, я была на полставке, а по факту я работала на полную еще и со сверхурочными, о часах которых говорил наш дозвонившийся гость. Я пошла тогда в Дарбоинспекцию. На самом деле они просто стопроцентно на стороне человека, который пострадал. Единственное, что это нужно доказать. То есть в моем случае нужно было прикрепить скриншоты с переписками, где мой работодатель меня просил еще до даже заключения этого договора выйти на смену, простоять и как директор, и как хостес, в общем, по 16-14 часов в сутки. Также были случаи, я не знаю, если меня просили на банкете остаться до двух ночи, все это я должна была предоставить, и тогда, на самом деле, трудовая инспекция сразу идет, штрафует на очень крупные суммы работодателя. Далее, если вы сталкивались с увольнениями, то сейчас абсолютно несложно, наоборот, нелегко уволить человека. На самом деле, если вы уже прошли испытательный срок и официально трудоустроены, то там обязательно должна быть статья, по которой вас увольняют, работодатель должен доказать, что вы там условно не вышли на работу, вы прогуляли, вы что-то украли, я не знаю, вы были пьяны на работе, только в этом случае можно вас действительно уволить. В других всех причинах увольнения обязательно должна быть компенсация, обязательно вам нужно доработать месяц, чтобы получить ваши деньги, пока вы ищете себе другое место работы. Поэтому я вот здесь не совсем согласна с человеком, который нам звонил. На самом деле, в государстве сейчас как раз-таки зачастую иногда даже слишком много абсурдных защит работника, когда тот может ходить, как мы вот уже не одну передачу подряд обсуждаем, и перебирать между своими рабочими местами. В этом случае, наоборот, работодатель, я считаю, больше даже не защищен. Но мы вернемся к нашей теме. Значит, у нас осталось не так много здесь уже ответов. Значит, касаемо полиции, я сказала, следующее было то, что правда ли, то, что интим с гостем запрещен. Это правда, на случай были, это уже эскорты договариваются с мастерами, с менеджером заведения, да, а парень у нас ответил, да, запрещен, если об этом позже узнавалось, то девочку либо увольняли, либо штрафовали. Хотя, опять же, я была свидетельницей того, что абсолютно никого не смущало, то есть девушка там была готова оказать свои услуги прямо в заведении, да, это было уже там пять утра условно, да, и человек был абсолютно невменяемый, но это все есть, это все присутствует, и мне кажется, что это настолько тонкий лед, настолько тонкая грань между там эскортом, там консумации, проституции, то есть можно это называть все по-разному, но заканчивается чаще всего все это очень и очень плачевно, вот что, несомненно, грустно. Далее, почему ушли или работаете до сих пор в этой сфере? Девушка ответила, дальше было бы одно, это затягивает, там и наркотики, мне стало паршиво от самой себя, я уехала за границу и не стала возвращаться назад в Латвию, парень ответил, что это для него было временной работой, пока он был барменом и там учился параллельно, для девочек это финансовая составляющая, которая абсолютно как азарт растет с каждым годом, что вот, ну, потому что действительно, там, девчонки, ну, посчитайте сами, если один счет на тысячу евро может быть, и девочка с них имеет 50%, то это 500 евро за одного человека, а если он еще на чай там ей что-то оставил, если они продолжили вечер где-то, естественно, ну, как бы это гораздо больше, чем если девушка пойдет, я не знаю, там, администратором работать в салон красоты, получая там 700, например, евро, да, за месяц, где нужно оплачивать счета, снимать квартиру и так далее, и так далее, поэтому вот в этом действительно огромный соблазн. Я знаю девушку, которая мне написала, когда я кинула такой клич о том, что собираю анонимные мнения либо анонимных гостей на эту передачу, она сказала, что она 12 лет уже в этой профессии, да, я когда посмотрела профиль этой девушки, ну, ухоженная, красивая, и ходит по ресторанам, ездит в дорогих машинах, то есть, так, если вы, ну, посмотрите просто, ну, там, девочка из Инстаграма, да, симпатичная, вы никогда не подумайте, что этот человек на самом деле по ночам разводит мужчин, да, на деньги и зарабатывает вот таким образом. Я ни в коем случае не хочу никого осуждать, да, потому что действительно у всех ситуации разные, просто очень жаль, что у нас настолько незащищённая, в чём плане, да, общество, что у нас зарплаты не соответствуют тратам, вот, да, если мы посчитаем, сколько там ежемесячная, там, потребительская корзина, да, в магазине, если мы едим не только гречку и пьём воду, если мы, там, не знаю, должны оплачивать какие-то счета, если, не дай бог, у нас что-то со здоровьем, это же космические деньги потом набегают, вот, я считаю, что просто проблема, она прежде всего, вот, оттуда рыба, гниген головы, не в том, что мы плохо защищаем работников, в том, что у нас действительно идёт огромное несоответствие цены и зарплат, потому что, ну, есть те государства, есть те страны, города, где, да, высокие зарплаты и высокая там какая-то коммуналка, например, но на деньги эти ты можешь жить спокойно ещё какое-то время и не думать о том, что тебе завтра, не дай бог, что-то случится, придётся идти работать консуматорше и разводить кого-то, терпеть какие-то унижения, не дай бог, изнасилования и всё, что с этим связано. Такая у нас сегодня острая тема. Спасибо большое всем, кто выразил сегодня своё мнение, тем, кто согласился ответить на мои вопросы. Берегите, пожалуйста, себя. Заканчиваю сегодня эфир на не самой такой, наверное, весёлой ноте, но, тем не менее, я надеюсь, что что-то у нас поменяется. И до встречи в следующий понедельник. Сегодня была с вами Валерия Иванова «Открытая кухня».